Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Сегодня читаем девятую главу книги Захарии. Как я уже говорил, Захария разделяется на две больших части. Первая часть охватывает первые восемь глав. С девятой до конца книги по четырнадцатую, вторая часть. Иногда в современной науке, в библеистике называют эту вторую часть «фтора» или «дефтеро» Захарий. И часто эту самую вторую часть подразделяют еще на две части. Так что иногда на три даже части. Но основное деление это вот на две, два раздела. И поэтому мы сегодня начинаем читать второй раздел. Он очень такой носит мессианско-эсхатологический характер. И в отличие от первого больше апокалиптического характера текста и видения, то здесь характер второго раздела Захарии или «фтора» Захарии, характер более эсхатологический, мессианско-эсхатологический. И мы это увидим. Ну, основная тема девятой главы – это новая земля. Это новая земля, которая будет у народа Божьего, очищенная, освобожденная от всякого горя и зла. Эта новая земля связана с реставрацией, то есть с восстановлением Израиля и земли, и народа. «Масса» – так начинается девятая глава, что в синодальном переводе переведено через пророческое слово. «Масса» – какое-то тяжелое наказание, хотя дальше вот именно в этой главе не идет речь о наказании, поэтому, скорее всего, эта «Масса» относится ко всему разделу. Вот, кстати, тоже маркер того, что… Ведь часто так начинаются пророческие книги с этого слова «Масса». Похоже, что это маркер, стоящий в начале девятой главы, это слово, означающее тяжесть, какое-то тяжелое наказание, пророчество тяжелое, касающееся народа. Мы увидим, что, например, в одиннадцатой главе много речи будет о наказаниях. Поэтому, скорее всего, эта «Масса» относится не к девятой главе конкретно, а ко всему разделу, потому что есть и пророчество вот этого характера, характера вот этого жанра, который можно назвать «Масса». Итак, пророческое слово «Масса» – Господа на землю Хадрах. И на Дамаске оно остановится. Вот это «Мессианское царство», это новая земля, святая земля, будет включать не только территорию Израиля, но и, как мы дальше увидим, будем читать, арамейские, филистимские и финикийские города и земли. И действия вот этого Господа, это пророческое слово «Господа» и дальше его действия, они предваряют установление «Мессианского царства», о котором будет идти речь. Вот здесь упомянута земля Хадрах, Хадрах и Дамаск – это названия арамейские. Но дальше будет идти речь также о финикийских и филистимских местах. И на Эмаф, смежный с ним, смежный, то есть с Дамаском, «Ибо око Господа на всех людей, как и на все колено Израилево». Да, но дальше в перспективе это царство будет охватывать не только окрестности, окрестность с землей Израиля народа и страны, но и вообще оно будет глобальным, охватит всю Землю и всю Вселенную. Его характер будет космическим, универсальным. Действие Господа предваряет эту самую мессианскую эру. Все идет по порядку, по ступеням. Эмаф, о котором говорится во втором стихе, это Хама, Хамат в Библии. Это современный город в Сирии, примерно километров 200 на север от Дамаска. И когда-то вот это Хама или Хамат, как сказано в Библии, или вот здесь на дальнем переводе переводится обычно через Ямаф, этот город-государство был столицей союза северо-сирийских городов государств, северо-арамейских. Так же, как Дамаск был столицей южно-сирийской столицей вот тоже конфедерацией городов-государств арамейских-сирийских. Да, смежный с ним. А дальше во второй половине стиха говорится «Инатир и Сидон, ибо он очень умудрился». Цор и Сидон, Цидон или Сайда, нынешние города на территории Южного Ливана, это крупнейшие финикийские города. Тир, выходцы с Тира колонизировали в свое время все Средиземноморье. И неизвестны исторической науке данные о том, что в колонизации Средиземноморья участвовали жители Сидона, но Сидон известен в Священном Писании, тем, что Сарепто-Сидонская деревушка рядом с Сидоном, там действовал пророк Божий Исаия. Жена Ахава Изавель из Зевель была сидонской принцессой. В общем, здесь вот эти два финикийских города, которые, может быть, обозначают здесь даже все финикийские города вообще. Очень умудрился. Часто критикуется идолопоклонство финикийское и, конечно же, стяжание. Непомерное богатство. И накоплены были с помощью международной торговли, с помощью колонизации. И вот остров, город на острове, этот Цур, собственно, скала переводится, Цор, Цур. И Цейдон, Сайда-Сидон. Вот эти два города. Самое главное. Есть еще другие финикийские города, которых мы все, конечно, тоже знаем. Это и Библас, один из них Ахзив. Расположен на территории современного Израиля, современного Ливана. Конечно же, Угорит, на территории Сирии расположенной, ну и целый ряд других городов. Вот все. Весь восточный берег Средиземного моря, это все была цепь финикийских городов-государств. И иногда Тир, иногда Сидон возглавляли эту конфедерацию. Здесь против финикийцев это пророчество. И устроил себе Тир крепость. Ну, собственно, Цур, скала, крепость. Остров был неприступный. Первым его захватит Александр Македонский в конце IV века до Рождества Христова, в последней трети. И когда он его захватит, будет отчаянно сопротивляться. Он сделает это с помощью нацепи. Он сделает остров полуостровом. Титаническая работа с помощью рабов, военнопленных. И когда Тир, Цур будет захвачен Александром, то вдоль вот этой нацепи, вдоль берега, он распнет на крестах две тысячи защитников Тира, которых захватит в плен. Ну, известен Тир. Сегодня и мировая история, и это самый, пожалуй, известный финикийский город, основатель многих и многих колоний, включая Карфаген. «И устроил себе Тир крепость, накопил себе серебра, как пыли, и золото, как уличной грязи». Соломон дружил с финикеанами, с Тирским царем, в частности, и поэтому в его эпоху золота и серебра было много и в Иерусалиме, как мы читаем в книгах царств. И не было без числа, например, серебра, говорится, что его невозможно было взвесить, посчитать, столь много его было. Соломон — олицетворение вообще не только мудрости, но и богатства израильского, уже недостижимого в те эпохи, которые наступили после Соломона. Имя само стало нарицательным. Соломонов период, Соломоново царство, Соломоново изобилие, не только Соломоново мудрость. Куски серебра пинали по улицам Иерусалима, как простые камни, никому они были не нужны. Но Тир был еще богаче. И часто у пророков мы находим обличение Тира в гордости. Гордость. Человек накопил много богатства. Царь Тирский, самый богатый, может быть, был монарх в свое время. С помощью торговли, с помощью колонизации ничего в этом нет, конечно, постыдного. Но постыдна гордыня царя Тирского. Он этим возгордился, вознес престол свой до небес в своих мыслях и думает, что он сможет всех купить, всем миром завладеть с помощью своего серебра, которого как пыль и золото, как уличной грязи. И за это Господь через пророков своих обличает Тир и его царя. И даже некоторые черты этих обличений, как мы помним у пророков, они впоследствии, этими чертами наделяется Сатан, противник человеческого рода, его обвинитель человека пред Богом. Вот Господь сделает его, то есть Тир, финикийскую столицу, сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем. Александр Македонский это сделает совсем скоро после пророчества Захарии. Пройдет совсем немного времени, и вся слава Тира исчезнет. Остров неприступный, крепость превратится в ничто, станет полуостровом, а все население города будет или распятано на крестах, или превращено в рабов. И в дальнейшем мы видим лишь упадок дальнейшей Тира, кто сегодня бывал в южной части Ливана и бывал в этом городе. Там, ну, кое-что сохранилось, конечно, но больше всего сохранилось построек все-таки уже эллинистической, эллинистической и римской эпох. Они, кстати, очень хорошо сохранились. От финикийцев почти ничего не сохранилось, может быть, какие-то камни в музеях, какие-то обломки статуй. А много сохранилось от финикийцев, больше, гораздо в Библосе. Город Библ, Губла или Гевал, в Библии так переводится, в синодальном переводе Гевал, Жбейль на современном арабском, там гораздо больше сохранились опорные стены, там городские и много чего еще, целая куча мацевод, вот этих вот стел каменных, посвященных различным божествам. Тир, сбылось это пророчество и во времена Александра, и продолжает сбываться и в наше время. В какой-то период был небольшой расцвет при римлянах, Господь Иисус бывал в пределах Тирских и Сидонских, сохранилась главная городская мостовая римского периода, потом дальнейший упадок в поствизантийскую эпоху, при арабах, ну а то, что сейчас это даже и ни в какие сравнения не может идти с тем былым величием, красотой, могуществом, могуществом, славой, богатством того города. Это был Манхэттен своего времени. С 13 по 4 век до Рождества Христова, вот тысячелетнее вот это вот царство Тирско-Сидонск, Тирсидон, вообще финикийские города, это был расцвет, конечно, в эту эпоху, особенно ранние века, 12-е, 11-е, 10-е века до нашей эры. Но и во времена Захарии тоже Тир, то есть послепленную эпоху израильскую Тир тоже был величественным, могучим городом. Этому величию, этому могуществу положит конец Александр своим военным искусствам, превратив крепость неприступную на острове в полуостров, полуостров, превратив этот остров и завоевав крепость, захватив и разрушив. Так, читаем дальше, 4 стих. «Вот Господь сделает его бедным и поразит силу Его в море, и сам он будет истреблен огнем». Случится скоро совсем при Александре. Увидит это Аскалон. Аскалон – это филистимский город Ашкелон, современная территория государства Израиль. Ашкелон. «И ужаснется и Газа», на дальнем переводе тоже Газа, «Аза, и вострепещет сильно и Экрон, ибо посрамится надежда, не станет царя в Газе, и Ашкелон будет необитаем». Вот здесь упомянуты 3 из 5 филистимских городов. Пятиградия филистимская, филистимляне, потомки народов моря, вечные враги Израиля в монархическую эпоху. С ними сражались, как известно, цари Саул и Давид. Но и позднее они представляли достаточную угрозу. До них судей. И позднее была угроза исходила от них. Но вот с ними произойдет вот, что они увидят, что произошло с Тиром, и ужаснутся эти города. Они не такие укрепленные, как Тир, поэтому их ужас понятен перед полчищем Александра. Ну, мы зададим себе вопрос, какое это отношение имеет к нам, почему мы должны это в Библии об этом читать, это дела минувших давно дней, это история. Но пророчества, и не только Захария, а всех библейских пророков имеют свойство сбываться не раз и не два, а даже три и больше. Поэтому то, что произошло с этими городами, оно может ожидать. И эти города в том числе, но не только их, и в будущей мессианской, эсхатологической перспективе. Да, Ашкелон будет необитаем. Вот он все-таки сейчас обитаем, довольно крупный город, но это пророчество, значит, еще ждет своего исполнения. Шестой стих. Их чужое племя будет жить в Азоте. Вот четвертый город упомянут из пяти филистимских городов. Азот – это Аждод, тоже территория современного государства Израиль, и в нем будет жить чужое племя. Ну, вот это пророчество в чем-то сбылось, потому что впоследствии там, в основном, арабское было население, но правда сейчас, вот когда говорят «палестинцы», понятно, что слово «фолистин», «Палестина» происходит от филистимлян, но, конечно же, арабские племена не имеют ничего общего ни по языку, ни по-нетническим с теми филистимлянами. Те филистимляне, они в течение столетий, тысячелетия, они растворились, ассимилировались среди других племен. Вот Аждод населялся арабами, теперь населяется в основном еврейским населением, вот, чужое племя будет жить в Азоте, ну, то есть, или арабы, или евреи, неважно, но не филистимляне, так оно и сейчас. Что будет дальше, мы пока не знаем. И я уничтожу высокомерие филистимлян. Вот через это высокомерие филистимлян будет уничтожено. У них когда-то были железные колесницы, которых не было у Израиля, и они угнетали с помощью этих колесниц свои армии, колесничных войск, израильтян. Потом с веками продолжались эти войны, и довольно высокомерными были эти самые филистимляне. Палиштим. Иногда их отождествляют с пелазгами. Пелазгами. В общем, это греки были. Греки. Не арабы, а греки. Не семиты, а индоевропейцы. Филистимляне были. Ну, какой у них был язык тут в те времена, во времена Захарии, язык довольно сильно трансформировался, конечно же. Исторгну кровь из уст его, кровавые филистимляне, и из их уст будет исторгнута кровь. Из уст вот этого азота, аждода. Понятно, что здесь витонемия, под названием города подразумеваются все филистимляне. И цари филистимские. Из филистимских городов, государств. Кровь из уст его, и мерзости его, и зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет, как тысяченачальник Иудея, и окрон будет, как и ивусей. Ивусей и племя, завоеванное Давидом, столицей этого племени была город Иерусалим, Ивус. Вот с ними, с этими филистимлянами будет то же, что когда-то с ивусеями. А сами филистимляне, они довольно искусные были. Среди них полководцы, военачальники. Вот один из них будет, как тысяченачальник Иудея. Вернее, аждод достанется Богу, а сам аждод будет всего лишь командовать тысячей. То есть будет такой, ну, по бригадный генерал, может быть. «Экрон будет, как и ивусей. Я расположу стан у дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взирать на это». Господь сам все это осуществит, и его вмешательство, его действия Господа. Они вот эти действия по очищению, освобождению Святой Земли, ее расширению, и пределы в земле обетованной, они предваряют, согласно пророку, мессианскую эру. А вот дальше уже начинается рассказ пророчества о мессианской эре. Девятая глава, девятый стих Захарии, конечно же, известны всем нам, но мы прочтем их еще раз. «Ликуй от радости дочерь Сиона». Дочерь – это дочь. «Торжествуй дочери Иерусалима». Иерусалим, Сион. Одно и то же, здесь синонимический параллелизм повторяется в первой строке и во второй. Вторая строка повторяет то же самое, только другими словами. «Ликуй, торжествуй, Сион, Иерусалим». Вот синонимы. Здесь персонифицируется Сион, Иерусалим персонифицируется в образе девы. Это очень часто у пророков вообще в Писании. Дева, иногда женщина, иногда вдова. Помним, что и название городов всех, и само слово «город», «ир» – это женского рода. Поэтому часто возникают у переводчиков, где город мужского рода, например, русский язык, славянский, трудности с переводом. Иногда приходится переводить слово «город» через столицу, как, например, в книге «Плач и Ха», «Плач Еремии». Ну, здесь вот эти образы, да, образы женские прилагаются и персонифицируются эти города в женских образах. Но самое главное дальше. «Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Этот стих Захарии мы, конечно же, вспоминаем всегда, когда празднуем праздник Входа Господня в Иерусалим. Вход, а точнее, въезд в Иерусалим мы празднуем в последнее воскресенье перед воскресеньем Христовым, перед Пасхой, простите за тавтологию. И читается в качестве одной из паримий именно этот самый текст Захарии. Матфей, ну и другие евангелисты, конечно же, вспоминают тоже этот текст и видят во входе, торжественном входе въезде Иисуса Христа в Иерусалим исполнение пророчества Захарии. В следующей главе мы увидим исполнение других пророчеств. Вот, и в 14 главе, в заключительной мы увидим это исполнение. Вообще, книга Захария, особенно вторая часть, полна того материала, которые впоследствии стали цитироваться в Новом Завете, особенно в Евангелии от Матфея, в других текстах. Иногда эти цитаты непрямые, иногда они косвенные или просто намеки. «Кроткий царь». Здесь назван грядущий в Иерусалим царь, мессия, царь-помазанник, мессианское пророчество, назван кротким. На ослах ездили цари во время мира. Об этом очень хорошо говорится в книгах царств, в истории дома Давидова, там ослы, ослицы. И совершенно ясно и понятно здесь. Слово «кроткий» почему. Вспомним книгу пророка Сафонии, допленного пророка еще в Израиле, который говорил, 3 глава, 12 стих. Сафония, Цфанья, 3 глава, 12 стих. Говорит Господь, «Но оставлю среди тебя, среди израильского народа, среди Иерусалима, город, тоже тут в этой главе упомянут. Среди иудейского народа говорит Господь, «Оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне». Вот здесь слово «смиренный» у Сафонии, у Захарии слово «кроткий», но в оригинале, в древнееврейском тексте, это одно и то же слово «они». Аин, нун, йод. Означающее оно и «бедный», и «кроткий» можно перевести. Но синодальные переводчики почему-то переводят по-разному, у Сафонии и здесь у Захарии. Ну, в общем-то, одно и то же слово. Народ кроткий, руководимый царем Мессии, который тоже кроткий. Пророчество это свершилось в первый раз, когда Иисус Христос торжественно вошел в Иерусалим, сидя на молодом осленке, сыне подъеремной. Матфей будет цитировать этот стих. И сбудется еще раз, когда уже торжественно будет инаугурация, объявление Царства Божьего. Тогда во время своего второго пришествия Христос также кротко явится и будет царствовать. Он явится как грозный судья, но потом, когда он уже будет царствовать среди народа своего, спасенного им после суда, то он будет кротким царем. И народ будет кроткий, только кроткие войдут в Царство Божие. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. И в притчах об этом тоже говорится, и в Евангелии. Кротость здесь – это то качество, которое необходимо для тех, кто хочет наследовать Царство Божие. Это качество есть у самого Царя, у Мессии, помазанника. И вот мы празднуем каждый год этот праздник Входа Господня в Иерусалим. И не только мы вспоминаем давно прошедшее событие, Входа Господня в Иерусалим, мы в руках держим пальмовые ветви, в наших северных широтах ветки вербы, пальма не растет. Почему? Потому что мы этим самым выражаем готовность встретить грядущего Христа вновь. Это праздник эсхатологической надежды. Вообще у каждого христианского праздника есть эсхатологическое измерение. Но вот особенно ярко эта эсхатология праздничная проявляется в праздник Входа Господня в Иерусалим. Мы с нетерпением ожидаем возвращения Христа. Каждый день мы готовы его встретить пальмами, ветвями, криками «Ошанна, сыну Давидову, осанна!» Готовы снять с себя одежды, костюмы, филони, постелить перед грядущим царем Христом, чтобы он вступил на них, как царь. Перед царем положено снимать с себя одежды и постелать ему под ноги. И снимут все свои филони священники, снимут все свои саккосы, архиереи, постелют под ноги Христа. Пророчество Захарии, оно сбывается не раз, оно сбывается дважды. Первый раз уже оно сбылось, во времена земной жизни, первое пришествие Христов. Второй раз оно сбудется, когда Царство Божие будет объявлено, и ожиданием этого Царства Божьего, грядущего, будущего Царства Божия, живем мы, христиане. Мы каждый день, и не по разу, просим Бога, чтобы оно скорее наступило. «Да приидет Царствие Твое», говорим мы, «Да придет Твое Царство, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Мы хотим, чтобы на земле воля Божья исполнялась так же, как она исполняется на небе среди ангелов. И молимся о том, чтобы это Царство пришло. То есть все другие государства, чтобы канули в историю, и чтобы торжество было одного единственного Царства. И этому Царству, как мы исповедуем в символе веры, не будет конца. Книга «Апокалипсис», которая завершается, христианская Библия, как раз вот там, в самом завершении ее, и звучит этот призыв, «Ей, гряди, Господи Иисусе». Это эскатологическая надежда Церкви, это нетерпеливое ожидание открытия Царства Божьего. Вот о многом можно вспомнить и поговорить, читая этот самый девятый стих девятой главы Захарии. Но мы двигаемся дальше. Впереди десятый стих. «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук, и он, он, вот этот царь, который грядет, он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. При первом пришествии Христа это пророчество десятого стиха еще не исполнилось. Оно исполнится во время второго пришествия Христа, когда будет установлен полный и несокрушимый мир, божественное мироправление, и никаких больше не будет противников Божьих, никакого противления не будет, и правителя никаких не будет. Будет править сам Господь и царствовать вовеки. И тогда будет мир. Не нужны будут колесницы, не нужны будут танки, не нужны будут ракеты, стратегические, ядерные, никакие. Коней – ложь конь во спасение, спасает царь Мессия, а не армия. И об этом тоже мечтают и говорят пророки. Исаия, 2 глава, Михей, они говорят о том, что люди перекуют мечи на орала, не будут более учиться войне. Оралы – это лемехи плугов. Не поднимет народ на народ меча. В общем, закроются все военные училища, и Челябинский тракторный завод никогда больше не станет танковым. И он возвестит мир народам. Вот этот вечный мир, этот шалом несокрушимый, о котором народы только мечтают, создают организации всемирные, которые должны вроде бы способствовать прекращению войны на земле. Но не было ни одного года в течение, наверное, всей истории человечества, когда где-то не велась бы война. Обязательно где-то ведется война в каких-то странах, в каких-то землях, на каких-то континентах. И все усилия человека оказываются тщетными, напрасными. Не могут люди, движимые страстями, пороками, алчностью, стремлением захватить чужие территории или чужие народы. Не могут люди установить этот мир. А вот царь грядущий, Господь, о котором говорилось в 9 стихе, и здесь о нем тоже говорится местоимение Он. Вот Он возвестит народам мир, и владычество Его будет от моря до моря, и от реки до концов земли. То есть повсюду, по всему лицу земли и самые дальние острова океанические, они будут под его властью. Вот это владычество, оно будет повсюду. От мыса Челюскина на севере до Кейптауна на юге, и от мыса Кабударока под Лиссабоном до Гренландии или, скажем, до Уэлена, и даже до Аллиутских и Командорских островов. Повсюду. И даже в необитаемой Антарктиде будет владычество Господа. И там не будут люди соперничать, кто какую станцию построил научно-исследовательскую, и у кого она круче. Будет мир народам, и владычество Господа будет от моря до моря и от реки до концов земли. Здесь не надо гадать, какая именно конкретная река имеется. Ефрат, Нил, Волга, Москва. Рек много, Потамак. Здесь река вообще. Это образное библейское выражение, типично библейское. От моря до моря, от реки до кровев земли. Часто мы встречаемся с этим или подобными выражениями. То есть автор хочет сказать, что пророк хочет сказать, что повсюду, повсюду, по всей земле, по всей планете будет провозглашен этот мир, возвещен, и владычество Бога, и Мессии Царя Божьего, они будут до концов земли. Повсюду. А что до тебя? Вот здесь уже звучит обращение к израильскому народу, к остаткам израильского народа, иудейского народа, народа Божьего. Что до тебя ради крови завета твоего я освобожу узников твоих изорва, в котором нет воды. Вот дальше, и дальше будет говориться, откуда именно там, Яван будет упоминаться в 13 стихе, Иония. Самые дальние острова, самые дальние города, страны отдадут своих узников. То есть народ Божий будет, израильский народ в данном случае у пророка, будет собран вот в этой расширенной земле, в обетованной земле, которая будет включать в себя не только, собственно, ту территорию, которая исторически была территорией Израиля, но и Филистея, и Финикия, и Арам, то есть Сирия, ну и Ордания, конечно, тоже. Все это будет включено. И все эти земли, которые когда-то должны были быть захвачены войсками Иисуса Новина и другими, и царями израильскими, но не были они захвачены. Были подчинены какое-то время, и то не все, но последствия потеряны. А теперь они будут частью обетованной земли вместе с ней составлять одно единое царство-государство под управлением, под владычеством царя Мессии, о котором говорилось в 9 и 10 стихах. Ну а позднее, когда царство Божие будет провозглашено, то оно будет включать в себя уже всю землю, от моря до моря и от реки до краев земли. Рахав ядаем бесконечный будет. «Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». Пленники Сиона, рассеянные остатки народа Божьего, призываются Богом самим через пророка Захарию возвращаться. Я говорю пророка Захарию, мы не знаем, кто автор второй части книги Захарии, то есть 9 по 14 главы, но традиционно это считается одна книга, и в корпусе 12, 12 малых пророков, у нее единый заголовок, и единая предстает перед нами книга. Все остальное носит гипотетический характер, разделение на части, какие-то датировки, и атрибуции. Мы изучаем книгу в том виде, в котором она до нас дошла, поэтому даже если не рука Захарии писала эти строки, все равно это книга Захарии, то же самое с Исаией, с некоторыми другими пророками. «А что до тебя, ради крови завета, твоего и освобожи узников, твоих изорвав, которым нет воды? Тяжкое, бедственное состояние пленников, звучит призыв, возвращайтесь, воздам тебе вдвойне». То есть изобилие будет, радость возвращения, ликование дочери Сиона и торжество дщери Иерушалайма. «Ибо как лук я натяну себе Иуду, наполню лук Ефремом, воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония и сделаю тебя мечом ротоборца». Это замечательный 13 стих. Здесь Иуда – это иудейский народ, «Ефрем» – это израильский народ, «Эфраим» – основное колено, и часто Израиль действительно, есть метанимия, и Израиль у пророков часто называется «Эфраимом», «Ефремом». То есть северное израильское царство, южное иудейское царство. Во времена, послепленную эпоху при Захарии этих царств уже нет, персидская эпоха, но все равно здесь используются те же самые названия для единого народа, который когда-то был разделен на два народа, хотя представляет собой единый народ, десятиколенное северное царство и два, точнее, три южных колена в Иудее, Иуда, Леви и Вениамин, Иуда, Леви и Вениамин, вот, и они составят единый народ потом. Наполню, здесь как бы Господь держит в руках своих Иуду и Израиль. Натягивает лук, другой наполняет лук, то есть как бы стрелой наполняется лук, достается из колчана стрела, кладется на лук, прилагается конец стрелы к тетиве, и дальше происходит выстрел из лука. Вот, Господь, народ в руках Господа подобен этому луку и стреле. И сыны Сиона здесь против сынов Ионии выступают. Иония в синодальном переводе Яван в еврейском тексте это ничто иное, как Греция. Эллада, Греция, греческие острова, полуостров Пелопоннес, ну и так далее. В общем, все греки. Греки, дальние родственники филистимлян, и уже были известны во времена, когда писались эти строки, греки, то есть, может быть, уже на пороге эллинистической эпохи эти слова появились, может быть, раньше, мы не знаем. Но вот здесь говорится о Греции. Иония или Яван, это Греция, греки. Сделает Господь свой народ не только луком, но и мечом, мечом ротоборца. Меч, которым ратник, ротоборец побеждает своих врагов. То есть, здесь говорится о том, что израильский народ, его остатки, народ Божий, победит греков. Это действительно произойдет в эллинистическую эпоху во II веке, в середине II века, когда братья Маккави, Маккавеи победят нечестивые полчища эллинов, полчища антиоха Епифана, нечестивого богомерского, антиохийского, греческого, по сути, царя, эллиновского. И явится над ними Господь, «И как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных». Удивительно, вот так поэтично воспевается шествие Господа, его полчищ, его армии. Здесь, словно молния, вылетит стрела Господня, стрела, армия Господня, состоящая из ротоборцев, о которых речь шла выше, армия Израиля. Господь называется Господь Саваот, Саваот, Саваоф, Господь армии, Господь сил, Господь воинств. Почему? Ну, исторически это название говорит о том, что у армии Израиля верховным главнокомандующим считался сам Господь. Господь вел армии Израиля против врагов, филистимлян, сирийцев и так далее. Но потом уже стало прилагаться этот титул воинств, Саваот, стало прилагаться уже к небесному, небесной армии, армии ангелов. Вот изначально историческое происхождение этого слова Саваот, армии, множественное число, Господь армии, Господь Саваот, Саваот будет шествовать. Вот 15 стих опять начинается. Так, Господь Саваоф, тетрограмма плюс вот этот титул Саваот, будет защищать их, и они будут истреблять и попирать прочные камни, и будут пить и шуметь как бы от вина, и наполниться как жертвенные чаши, как углы жертвенника. Вот, непобедимая, победоносная армия, армия Господня. И спасет их, начало 16 стиха, то есть речь это о народе Божьем, о израильтянах, и Господь спасет их в тот день. Тот день — это синоним выражения «день Господень». Часто «день Господень», день решительного, окончательного вмешательства Бога в историю, день божественного суда. Называется не «день Господень», а «гайом-гагу», тот день. Углы здесь какие-то упоминаются, завьет, завьет трудное слово, может быть, требуется какая-то конъектура даже. Роги у жертвенника, у жертвенника Иерусалимского, там роги, роги жертвенника, которые помазывались, из-за которой мог бы ухватиться преступник, когда-то исторически так было, чтобы его не казнили. А здесь почему-то углы завьет, а не роги. Прекрасные образы. Дальше 16 стих. «И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо подобно камням венце они воссияют на земле его. Венец корона на голове царя, а представители народа Божьего, как камни в этом венце, воссияют на земле его. Земля обетованная, спасенный народ, Господь царствует, и заканчиваются все войны, все битвы, наступает мир. Царь царствует кротко над своим кротким народом, и этот народ, он как камни, камни в венце своего царя». Ну и здесь образ пастыря еще присутствует. Господь, он еще и пастух народа своего. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, вспомним Солом. И часто, часто эти образы, именно пастырские образы, еще и потому, что исторически царем по сердцу Господню был избран когда-то Давид, пас он овец, и это его как-то, видимо, готовило к тому, чтобы пасти народ Господень. Часто так бывает, что из пастухов в цари, ну или из пастухов в пророке, как с Амосом, Господь берет себе, спасет их Господь Бог. Наконец, последний стих, заключительный, девятой главы, он звучит так. «О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отраковиц!» Открывается Царство Божие, провозглашается, вечное, нерушимое, мирное, и все пируют. Хлеба много, вина много, юноши едят хлеб, девицы пьют вино. Велика благость и красота его, красота Господа, красота его Царства, красота его народа. Запись сделана для библейского портала «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok